всем привет сложная тактика и на доске у нас в носке у нас король на G5 обращает на себя внимание в первую очередь очень сильно так хочется дать ему мат по моему всегда хочется дать мат королю нет не мне ну таки кого этого достичь мне кажется то что не знаю много много ладей на доске надо снять парочку я считаю погоди погоди да очень глубокомысленно конечно сейчас выглядит это трудно то что прерывать ну в общем я пытался проверить какие то лобовые варианты но к сожалению у черных везде промежутки находятся то есть сейчас я начинаю думать что может вообще фикс 1 пойти зачем ну просто куда черный ферзь будет отходить ферзь b1 да бред какой-то хорошо это опять же ничего мне не говорит ферзь b1 ферзь под боем жертвы вроде веселые жертвы вроде fg по виду не работают но это по виду ну они не работают хорошо я проясню сразу все этот момент если ферзь b2 то g выигрывает фигуру минимум фигуру потому что слон не может отвлечь из-за того что ферзь на b2 повиснет значит у черного ферзи нужно отступать назад вопрос куда давай сделаем любой ход например пока любой ход например ферзь c5 моя идея заключалась в том чтобы сыграть ферзей 4 это очень бредовая идея потому что там вот это в g так что это не работает так я вот думаю может быть тоже что мы не я очень хочется всех прицелся к им тихий ход найти но они очень бояму как я не вижу после ферзь 4 тебя ферзь f4 манит в этой позиции а если другой ход ну предложи например ферзь бьет f4 ну пешкой побили слон бьет f4 ну как то что нибудь сделали на самом деле идея в этом есть например идея пойти слон b7 после этого одновременно грозя какими-нибудь там ладья d5 и слон бьет c8 ну там например ладья c5 вводи все держит пока ладья c5 да ну вариант такой взяли и ферзь f4 а почему там там можно и на ладе просто поменять пойти ладья c1 и ничего нет почему взяли ферзь f4 давай пока дам ферзь бьет f4 ну взяли 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 да сказал предложил слон b7 ладья c5 да ладья c1 под два боя почему под два боя ну там слон f4 и ладья c5 стоит стоп еще раз вариант ферзь бьет f4 ферзь бьет f4 да да ферзь бьет f4 салон b7 да ладья c5 да почему ладья c5 можно черными пойти ладья c1 и все вот например ладья c5 можно с тем успехом пойти но ладья c1 ты разгружаешь и ничего нет у белого нет ладья c5 тоже ничего нет в общем неважно ладья c5 может с ладья c6 там лишняя пешка какая-то ну согласен там в общем в любом случае белая там не мотают не мотают какой-то вариант в самом начале хотел продолжить ферзь бьет я по-прежнему хочу его предложить в чем идея просто проверить черного ферзя куда он пойдет так мы же ни на что не напали на ферзя а ну на ферзя напали ну куда ты отошел ну например ферзь c5 я проверяю пытаюсь найти как после ферзь c5 здесь продолжать атаку ну побить наверное f4 банально чуть-чуть может быть кстати все равно ну а как играть может быть вот действительно побить на f4 потом еще раз побить на f4 ладьей да и на король f4 пойти ферзь g6 о ферзь g6 а просто пешку забрать а и там нету блин и там нету да ладья g8 там есть ферзь d5 но на ферзь d5 белые в промежутке ферзь g3 пойдут не будут напороться на эту штуку и там грозит ферзь g3 или ферзь g6 сматывая атакой на самом деле довольно все это басно для черных выглядит а там мат будет или нет? ну скорее всего будет черные надо что-то делать после этого то есть основной вариант то есть пошли ну то есть черные могут не нацеплять а на b6 пойти и эта идея закрылась на этом навсегда ну может там какая-то другая идея появится ферзь b1 ферзь b6 давай значит ферзь b6 начинать смотреть хорошо что делать? ну ферзя куда-нибудь воткнуть очень хочется ферзь e4 пойти это была вот моя первая идея ферзь e4 и все и король под матом как бы по ощущениям то есть ну fg играть а если сами играют fg ну да вот это вариант с которым надо разобраться я не вижу там прямого продолжения я пытался заставить стоп а f4 тихий f4 связан а связан блин вот надо находить тихие ходы какие-то вот я думал может быть смотри ферзь b1 ферзь ушел ферзь e4 fg король g2 понимаю что глупо выглядит но тем не менее а зачем а просто в ладью на h1 подключить а вон туда и с одной f4 теперь уже а на gf но джекста это прям который надо проверять джек может стать поэтому тончий король f1 цикл кроме ф1 ладно начиска уже 2 gf ее лучше на шефу дня аж 1 хотя аж 1 но так там же просто поменяются нет черная смысл каким образом ну пойдут как то куда нибудь ферзя в центр к доске воткнут а стоп там мата будет да не знаю ты мешаешь может быть просто ладья h8 где h8 ферзь на e5 ааа ферзь e5 с матом да да там может быть ферзь d4 как ты предложил ферзь кота в центр я не знаю выглядит странно все равно выглядит так что черный сейчас мат получит все ждем в центре хоть без но может быть и нет кстати ферзь на d4 хорошая защитная фигура вообще не нравится право ферзь b1 ферзь e5 ферзь e4 fg король g2 gf может быть что то лучше есть я запутался уже вот смотри смотри за мышкой я слежу за ним постоянно ферзь b1 а ты не видишь в скайпе вообще fb6 ну ферзь e4 fg король g2 а почему g2 а не f1 я не знаю король f1 тоже посмотрим f1 не подключает ладью наш да но зато f1 другие вещи позволяет сделать например на gf поле g2 если у белого ферзя здесь свои за и против как и у всего ферзь b1 ушли ферзь e4 fg но если король g2 то gf ладья h1 да там еще конечно надо очень тщательно следить за ходом f1 ферзь но ладья а ладья f1 ладья c2 нет значит да ладья f1 ферзь ладья f1 видимо особо ничего не дает но все равно ладья h1 ферзь d4 на h4 мата нет уже теперь с ферзем на d4 как матовать ферзь на d4 просто доминирует над всеми фигурами то есть если ферзь ушел там начнется fg4 какие-то размены в общем там много всяких проблем да это вообще достаточно серьезный удар по ходу король g2 то есть если мы ладью h1 подключить не можем вообще туда короля убирали он же там стоит небезопасно абсолютно ладно ферзь b1 ферзь ушел f4 fg король f1 тогда будем смотреть gf все равно да я не знаю это стоп ну наверно да gf ну чтобы f4 не было это логично где мат да может быть не мат а просто выигрыш чего то ну где выигрыш чего то ферзь g2 король h6 ферзь может быть сразу никит ферзь 3 король же 5 дай 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 считать этого может быть все таки на что то дает вот я вот ничего не вижу король h6 да там шахт наверное вечный просто и все никит да да сейчас смотри ну это немножко нелогично но предположим принципиально новая идея пойти первым ходом слон c6 зачем мы по-прежнему напали на ферзя то есть вместо ферзь b1 слон c6 да ну а просто он проигрывает это после ц6 или нет наверное да все таки но но не факт ну взяли просто что пожалуй да пожалуй проигрывать я там думал какой-то gf промежутки получить какие-нибудь трюки но видимо не получается а жаль это серьезно упустило бы на моей жизни ну взяли просто слона и все да да взяли я пытался там gf заставить работать не получается по причине по причине чего угодно например даже король h6 может быть ферзь f4 ну ферзь f4 или может быть даже король h6 там же сами на мат нападают почти ну да да не работает был мимолетный глюк ну хорошо значит ферзь b1 ферзь b6 ферзь b1 ферзь b6 ферзь e4 очень хочется пойти нужны серьезные противопоказания чтобы отход не делать ферзь e4 fg король f1 gf как дать мат вообще белый король в безопасности черный король под огнем его абсолютно никто не защищает но я не понимаю не могу понять где именно мат собственно так может его и нет потому что может быть ну вот вот мы остановились на fg король f1 gf как матоваться бля если бы там когда просто снять с доски чтобы он не мешался чтобы выкинуть тогда и ладьян h1 подключается и ферзь на g2 и все поля есть как бы его куда-нибудь на h0 убрать было бы замечательно где-либо 4 fg ну fg2 давай т.е. король g2 ферзь b1 вот это я тебе говорю fg король f1 gf fg2 Король H6 Король H6 Ферзь там H1 H3 или H1, да, король G5 Вопрос, где мат? Я его не вижу, если честно Ну можно же там А, может просто, может какой-нибудь Пешку взять на F2 Подожди, может быть когда А, там Ферзь на Б6 защищает это поле Я думал, может как-то слон Е4 Тихо сыграть А зачем? Еще к пункту G6 Довольно прицелиться Так мы же на него и не нападаем особо Ну там Ферзь только на Б6 держит Какая-нибудь медленная атака Просто это, в смысле, крайне опасно для черного короля Всегда Защитников-то не особо много За домы... А, нет, там нет Само Е4 слишком медно, там черный на самом деле Ферзь Б5 уже создают Хорошо Ну хорошо, давай думаем, Ферзь Б1, Ферзь Б6 Может просто Ферзь Е4 неправильно Может есть что-то лучше Ферзь Е4 неправильно? Может быть, я не знаю То есть возвращаемся к Ферзь Б1 и смотрим по славе Войдем к Ферзь Б6 Может быть вот Никит, может быть Блин Может быть Ферзь Д3 С идеей на ФЖ шлепнуть Мы не можем никого шлепнуть, понимаешь? Потому что все связано Перевязано Нет, я тебе говорю, что... Смотри, какая идея Вот После Ферзь Б6 пойти в Ферзь Д3 И черные как бы не могут бить Или могут? По-моему, могут бить ФЖ Там же Ферзь Д2 Ферзь Д2 Ферзь Д2? Какой же Четыре? Ну, это же мат Где? Ну, слоном мат Ну, не мат будет, мат Ладьёй Сашси Да, согласен Согласен Ну, то есть Они не могут бить То есть ФЖ Как-то в другом сыграть А мы что хотим? Мы хотим ФЖ в Ладьёй Ф4, да? Ну, ту же самую идею Закинуть на Ф4 Очень, очень тонко Прямо тихий ход Прямо вообще Не знаю, может быть Надо проверять Выглядит странно После Ферзь Д3 Какой мы угроз создали? Ну, мы хотим Шлёпнуть на Ф4 Мы шлёпнули Чёрные взяли на Ф4 Мы взяли Король взял Какой у нас следующий ход? Ещё раз Ну Ферзь В1 Ферзь В6 Ферзь Д3 Чёрные пропустили ход Что мы делаем? Ну Не знаю Побили просто, наверное Ф4 Ну, взяли на Ф4 Тоже чёрные Ну, взяли Но Ладьёй на Ф4 Король Ф4 Ну и пошли Какой-нибудь Ферзь Д3 Такой же мат дали Какой Ф5 Где там мат? Я не вижу Ну Никит Там Там же Король пустой стоит Неужели ему мат не дали? Ну, вообще Поняток у нас стоит Он после Ф4 И король же 2 Стоит пустой Тут такая задача Надо досчитывать Я думаю, что это интересная идея Я ничего не говорю За Ф2 Важный ресурс Важный ресурс Но только в этом варианте Что они могут Чёрные бить Да, но Чёрным надо Какой-то другой ход Сделать тогда Нет, на самом деле Я думаю, что Может быть Да, это очень странно Что белые Не создали Никакую угрозу Не исключаю Что белые Создали угрозу Довольно смешную Король Ж2 Они создали угрозу Это в каком варианте? Вот Ферзь Б1 Ферзь Б6 Ферзь Д3 Может быть белые Хотят король Ж2 Пойти Тихий ход И с угрозой Сделать ещё один Тихий ход Довольно глупо Бред какой-то Почему я не вижу Матами? Почему вы не А, потому что Ферзь на Б6 Блин Я хотел предложить Пойти там Какой-нибудь Ладья Ж7 Ну не получается Все фигуры Чёрные Поддерживают По чёрным блямям Ферзь Д3 Очень интересная идея Давай пробуем Защититься за чёрных Сделаем ход Вроде Ладья аж 8 Хорошо То есть Прикрыли её Ну предположим Да там Что-то Хотя бы что-то сделали Вот теперь Ослон не защищён И Ладья ушла Сейчас Линие В общем Все ходы С недостатками Конечно Ну всё-таки Где Матт Предложим В этом варианте Даже Какой-нибудь ещё Один тихий ход Давай вариант Сначала До конца Вот то есть Ну Сталин 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 на Д3 И вот Какой ход Чёрный Ладья аж 8 Ладья аж 8 Да Какой он Тайно чё Ж ФЖ наверное Ж Флон Ф4 Ну слон Ф4 Ну Накинули Кого? Ладью на Ф4 Королев 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 4 Королев 4 Ну и Ферзь Е4 Там пустая доска Там да Есть мат Я не верю То что Вот если там нет мат Я не знаю Я съем ботинок Ферзь Е4 Король же 5 Где мат? Покажи Да это не может быть такого Ты посмотри на доску Не покажи мат Я хочу видеть мат Ну я Я не знаю как показать У меня есть одна бейдовая идея Насчёт мата Ну она Ну хорошо дальше Дальше давай Хорошо смотри У меня вот такая идея Ферзь Б1 Ферзь Б6 Ферзь Д3 Ладья аж 8 Взяли 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 Вот сейчас говоришь Про момент Когда король Оказался на Ф4 Пустой Один Без всего Да Один без всего Вот ты предлагал Ферзь Е4 Это может быть правильно Король Ж5 Ферзь Е5 Король А6 И может быть Король Ж2 Тихий ход И ладья Типа ладья встает Пальняш Хорошо Хорошо Это хорошая идея Но это стало возможным Только потому что Мы у чёрного бали ладью С линии Е Может быть они могут Сделать более разумный ход Например Я не знаю Их очень много Ты их все не перебрёшь В партии В такую идею Надо поверить просто Но мы же не можем Так делать в тактике Мы предположим Давай какой-нибудь Ладья С7 Хорошо Ферзь Д3 Ладья С7 Будем проверять Любые ходы Как выиграть Серьезно Это ЖФ Ладья Ф4 Ну да Где там мат После короля Ф4 Теперь мы уже не можем Ферзь Е4 Пойти Ну после Там Ферзь Ж3 Король Ф5 Неужели там пустая доска Я понимаю Но там нас практически Никто не атакует Кроме Ферзя Где мат Ну как ты Может быть Ладью включить Или Одним Ферзем не заматуешь Либо слона включать Либо ладью Либо пешку Как ты ее включат Ладью Ладью если убираем То нам По первой Да прилетит сразу же Нам ничего не прилетит Но куда мы ее убираем Ну смотри Может На Д3 нельзя бой Да На Д3 можно Но просто Мне там Ж5 Хоть не нравилось То есть Ферзь Б1 Ферзь Б6 Ферзь Д3 Ладья С7 Взяли 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 Ферзь Ж3 Король В5 Ладья Д3 Ж5 Ладья Ф3 Просто король ушел На Ж6 Где там мат Я не вижу Понятно А если Никит А если Вот Я сейчас Вот смотри После того как Король пустой остался И мы дали шаг С Ж3 Ну король В5 Ну вот И здесь включить Солона допустим Как Через Ж2 А Слона Ты скорее не слона Только аладью включаешь Потому что ладья Д5 Грозит Нет ну Как ты Солон Солон Аш3 Это угроза Первый очередь Ладья Д5 Грозит Потому что у нас Ж5 Ладья Д5 будет И король В5 Так там слон Солон Аш3 Убивающий Смотри Солон Аш3 И тогда король В6 А И ладья Д6 Да В общем Идея в том Что ладья включается Согласен Хорошо Все это очень странно Потому что Хорошо Ладья С7 Тоже не обязательно не ход. Чёрный ход и ничего не грозит, по сути, кроме вот этого ЖФ, АДФ4 и какой-то там угрозы, которую пока нет. Она появится только в будущем. Смотри, давай по порядку. Кроме ферзь Б1 у нас есть разумные ходы? Мы больше не очень... Давай сходим ферзь Б1. Потому что ферзь А1 это очень тупо. Согласен. Он явно там не выходит так и не участвует. ЖФ мы вроде решили, что не работает, да? Да, да, давай. Ферзь Ф4 тоже не работает. Ферзь Б1, да? Ферзь Б1 играем? Да, ферзь С5. В общем, все наши варианты пошли к отру под хост. Потому что он шёл всё-таки на С5, а не на Б6. Ну хорошо, в общем, ферзь Б1, то что мы пошли... Мы же считали, мы же считали в самом начале. Я думал, что ферзь Д4 выигрывает, но может там какие-то проблемы. Так мы же считали в самом начале, что ферзь С5 натыкается на ЖФ. Мы же накидывали, ты что, не помнишь? Потому что потом ферзь Ж6, но... Нет, мы накидывали то, что всё, бьём, бьём и просто включаем да, ферзь Ж6. Да, но я не был уверен, что там мат. Ну, там пустая доска. Я понимаю, ну где мат? Я понимаю, что это пустая доска, но мат-то не грозит прямого в лоб. Да там по-любому мы что-нибудь съедим. Как играть? Понимаешь, мы... Вот, я тебе говорю, смотри, вариант. Ферзь Б1. А почему... Ферзь, в смысле, ЖФ, Ладьяй Ф4 и так далее, хорошо? А почему мы, по-моему, тут ферзь Б3 не можем пойти? А, в этой позиции? Да. Так тут мы в лоб подаём, ну, фулл в лоб мы что-то делаем. Погоди, какой в лоб? Почему в Ферзь Б3 нельзя пойти? После Ферзь Т5? Да. Ты хочешь, что Ферзь Т5 лучше защищает его и хорлят на пустой доске? Ну, не знаю. Какой-то из вариантов тут выигрывает, только один, как ни странно. Это вообще удивительно, если честно. Потому что выглядит, что выигрывает всё и... Попало. С таким... Что попало, точнее, с таким городом. В чём идея? Идея в том, что нужно... Я вот сейчас вот я на 100% уверен, что вот он отошёл на Ц5, что нам нужно бить на Ф4. Почему нельзя пойти Ферзь Д3? Ну, хорошо, давай проверять сначала с ЖФ. Ф4... ЖФ — это квартирный вариант. Хорошо. Взяли на Ф4. Дальше что? Ладья Ф4. Ладья Ф4, да. Король Ф4. Взяли на Ж6. Да, да. Ну, что ему делать? Просто предложи ход за... Чёрных. Тяжело. Чёрных. За Чёрных это ещё тяжелее, чем за Беда, конечно. А делать-то чё? Хорошо, давай в порядке Беда предложу какой-нибудь... Пизде какие-то маты. Хорошо, Ладья Ф8. И зачем это? Просто на Ф6 твоего Ферзя не пустил. Ну, я не знаю, что делать. На Ф6 Ферзя не пустил. Ферзя 3. Король Ф5. Ну, да. Может быть, на Ладья Ф8... Какой-нибудь Ладья Д3? Ферз А6, вот. Ферз А6. А ещё на А6 шах. Какой ужас. Хорошо, король Ф5 тогда. Слон Е6, да? Слон Е6. Боже, бедный король. Король Е4, и всё, Ладья подключается. Ладья Е1. Убили. Докажи. Я понимаю, но там просто Ферз А6 может найти какой-нибудь космический ход, после которого он все поля держит. Какой? Я не знаю. Человеку его нереально найти. Вообще, это нереальная задача. Ты чисто угадываешь, что-то. Почему Ферз Д3 не выигрывает, например? Да я не знаю. Ну, потому что вот мы провели вариант в лоб. Ну, какой он, ну, лоб, и чё толку за толку. Ну, так... А Ферз Д3 как чё, там, защищаться тоже. Король под матом всё равно. Опять этот на ЖФЖ, опять этот Ферз Д2 появляется. Ну, это просто быстрее, ФЖ, нет? Ой, ЖФ. Есть один выигрыш. У нас ещё с темпа не давал бы эту позицию. Ферз Д3 почему-то не выигрывает, если то выигрывает, значит. Ужас. Может быть, Ферз Д3 не выигрывает, потому что... О! Ферз Д3, наверное, не выигрывает, потому что Ферз Д2. Зачем? Ну, нафигзя, наразмена Ферзей нападает. Ну, ФЖ? ЖФ? А, так, всё. Типа там... Хотя там тоже Ферз Д3, ФК. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, ну, тот же вариант. Ферз Д3, Ферз Д2, ЖФ. Ну, слон Ф4. Ну и... А. Тут вариант прокатит, потому что Ладья Ф4 вас всегда выбьют. А, ну, у нас Ладья зависает, мы защитили Ладью. Видимо, Ферз Д3 какой-то всего там мат. Потому что король слишком плохой. Вот как после Ферз Д3 защищаться, чувак, я не помню. Как чего-нибудь еще? А я пойму. Как? Ну, вот в этом варианте, который мы сейчас тобой считали. Ферз Д2? Ну, да. Ну и чё, ЖФ? Слон Ф4, Ферз Д3. Слон Ф4, Ферз Д3. Да. И... Ферзь бьет Д1. Какой? Ферзь бьет Д1? Ладья Ц1. А. Точно, точно. Наверное, у Д3 есть ловушка. Хотя, конечно, Ферз Д3, если честно, в этой позиции нахлё в голову никого не взбредет. Что, в той, что в этой? Хочется взять на Ф4 и дать мат. Или пойти Ферз Е4 и дать мат. Ферз Д3 вообще не бросает на заход. Да, значит, Ферз Д3, Ферз С2 опровергает. Хорошо. Наверное. А если Ферз Д3, Ферз С2, Ферз Ф3 сразу? А, тогда, может быть, ФЖ, да? Тогда, наверное, ФЖ нам чуть тяжеловато его нотовать. Ну, хорошо, ты наставишь, что я жертвовал качество на Ф4. Да, конечно, нужно играть с ЖЭ. Вот я тебе давно сказал. И брать. Да. И брать на Ж6. Ну, есть, а больше... Стоп, давай здесь что-нибудь поднимем. Ферз 6, какие проблемы с этим хоном? Ферз Д5, Ферз Ж3 выигрывает. Может быть, сейчас Ферз Д3? Сейчас Ферз Д3. Ну, ты тоже Фиг это опровергнешь. Понимаешь, в чём дело? То есть... Ферз Д3 мы грозим Ферз Ж3. Да, да. Хотя Ферзе 6 мы грозим Ферзе 3. Да. Ты угадай-ка. Хорошо, Ферз Д3, давай попробуем защитить от Ферз Д3. Ферз Д3, Ферз Ф3. Там какая-то угроза. Хорошо, хорошо. Давай попробуем после Ферз Д3 защитить эту позицию. Защённо. Ужас. Второй под маном. Почему здесь только единственный ход, я не понимаю. Ферз Д3 выглядит убивающий. Ферз Ж6 выглядит убивающий. Слон Ж2 вы... А, Слон Ж2 не выглядел. Там Ферз С2. Ну да, или Ферз Д3, или Ферз Ж6. Я согласен. Нет, давай закинем с Ж6, что с самого начала считали. Мы там ничего не нашли. Ничего не нашли, но там я... Просто мы как бы прямого урона не создали. То есть просто идея в том, что у него может раздеть на пустыряске какой-нибудь ресурс, который мы не видим. Я не вижу защиты ни после Ферз Д3, ни после Ферз Ж6. Тут же вот посмотри, это смерть. Она есть. Я хочу найти защиту, хотя бы в одном случае. Я не в одном не вижу. Может быть на Ферз Д3, в короле Е5. Зачем? О, может на Ферз Д3, в короле Е5. Точно. Ну да, на Ферз Д3 просто в короле Е5. Как игра? А, типа, бежим туда к своей? Бежим на Ж7, да, хоть какая-то защита была. Ну как-то шаг дали Ферзу 3. Король А6. Король А6, в Ферзе 4. Король Ж7. Ферзь Ф7. Король А6. И король Ж2. Ну да, да, я тоже это видел. Но это просто плохо, что это есть, потому что значит, что это тоже выигрывает. Как защищаться? Король Е5 может тогда? Может, Ферзь Д3, король Е5, я не знаю уже. Король Е5. Тогда все равно ладья Е1, ладья А. Дея один, кстати, король Ф6, Ферзь Ф... Тогда, да, тогда ладья Е1. Потом Ферзь Ф3, Ферзь Ф7, ладья Е8. На король Е5, наверное, возьмем просто на Ж6, мы же все отрезали. Ну мы просто так, если возьмем, то же все отрежем. Ну просто мы Ферзь Д3 пошли, понимаешь, дали темп. Какой темп? Ну черный, чем не воспользоваться, пошли Король Е5. Ну да. Ферзь Ф3 ушел в трубу, значит. Ну хорошо, Ферзь Д3, как защищаться после Ферзь Д3? Да я не знаю, ни там, ни там, не знаю. Ну ход 1 выигрывает. Ферзь Ф3, Ферзь Ф3, мы материал, потому что мы съедаем материал. Да почему есть материал? А мы отпытаемся дать, как вам, пешку что-то съеду? В чем радость от нее? Ну давай. Ну пожалуйста. Нет, не хочу, пока не буду верен. Да это моя радость. Так все, я пошел принимать никотиновые штуки. Иди, только река, отдай. Я никуда не уйду, я прям, прям, можно сказать, на месте. Ферзь Д3. Просто, после одного из этих ходов у черных есть защита, понимаешь? И она какая-нибудь очень крутая, наверное. Я не вижу ничего. Но она есть. Ты не видишь, но она есть. Мне нужно наушно. Я тебя слышал. Хорошо, как вариант. Нет, это плохой вариант, это все на мат. О, вот монитор. Ты меня слышненький? Да, да, да. Ферзь Д3. Хорошо, если на Ферзь Д3 опять мы пойдем, Ферзь С2. Ты-то мне предлагаешь, я говорю, я не смотрю на монитор. Я уже там с собой говорю, Ферзь С2. Ферзь Д4. Ферзь Д3. Король. Ферзь Д5. Шахов не видно после этого. Ферзь Д3. Король Ф5. Если на Ферзь Д6, Ферзь С2. А, если на Ферзь Д6, Ферзь С2, тогда ЛД4. Король Е5. Ничего не понятно. Ферзь Д6, Ферзь С2. А, значит, нет, там тогда Ферзь Д6. Если Ферзь Д6, Ферзь С2, тогда Ферзь Ф6 выигрывает. Потому что Ферзь Д5, ЛД4 мат. Король Е4 тоже ЛД4 там с выигрышем. А вот на Ферзь Д3, Ферзь С2, ЛД не подключается сразу. Надо играть Ферзь Д3, поэтому Король Ф5. И продолжение не видно. О чем ты тут говорил? Смотри, у меня появилась идея, как черным защищаться после Ферзь Д3. Давай. На Ферзь Д3, мне кажется, надо все равно играть Ферзь С2. Зачем? Напальный размен Ферзей. Не, да. А, ну там такой же, в том, что я тебе предлагал. А, стоп, стоп, там же не будет слона, слона на Ф4, да? Ну, идея в том, что после Ферзь Д3, Ферзь С2, как бы... Ты понял, да? Нету, например, нет Ферзь Д4, хода по шкафу Король Ф5 шахов, нет. На Ж6 белые не бьют после этого. Я после Ферзь С2 не вижу прямого выигрыша. Хотя уверен, что где-то есть все-таки. Да, Ферзь С2, ну, Никит, не то. Ферзь С3 и Ферзь С2, как в белом выигрыша. Король Ф5. Ну и что там, незаматуем мы. Ну, покажи как. Да я не знаю. Слонж-2 опять какой-то. А, Слонж-2, здесь нет. Здесь Слонж-2 нет, потому что на ладян Д1 висит. В этом идея. Ну, ладью туда повели. Дяды четыре? Ну да, ладья Д4. Да, но мы уже даем шаги. Слонж-2 шаги по первой начать давать, это выглядит опасно. Ну, у своего ладья Д4 сыграли. Дяды четыре. Или у ладья Д3. Ладья Д4? Так определись. Ладья Д3? Какая разница? Мне кажется, нет разницы. Ну, какой ход? Ну, Д3 или Д4. Давай оба посмотрим. Без разницы. Я не вижу. Если Д4, то Ферзь С1. Если Д3, то тоже. Да, понятно. Если Д3, то Ферзь С1, Король Ж2. И там, кстати, там просто ладья на Ф3 подключится с матом. А вот после Король Ж2, Ферзь С5 она не подключалась. А, стоп. Идея в том, что ладья... А, идея в том, что Ферзь держит поле Ф. Да, Ферзь держит поле Ф4. Ладья. Ну да, а если ладья Д3, то что? Ферзь Д3, Ферзь С2, Ферзь Ж3, Король Ф5, ладья Д3. Действительно, хорошая идея. Как защищаться от ладья Ф3 нормально? Какой? Нет, она черном в контр-группе и ходит. Я не вижу, как именно. Ну, дают какой-то шаг там. Какой? Ладьёй или Ферзём? Ну, ладьёй пускай. Король Ж2, то да. Да. И грозит ладья Ф3 с матом. Да, Ферзь. Если Ферзём, то снова Король Ж2, снова грозит то же самое. Где же спасение? Где же спасение? Не видно спасение. Не видно спасение. После Ферзь Ж6 также не видно спасение. Ферзь Д3, Ферзь С2, Ферзь Ж3, Король Ф5. Ладья Д3. Что делать? А, может быть на ладья Д3 пойти... Нет, там тоже раздадут. Я думал, уже 5 предложили. Там ладья Ф3, Ферзь Д6, и там... Я завидно, что всё. Я Д3 как защищаться? Шар, Ферзь С1. Король ушёл. О боже, а. Вот сейчас будет обидно, если мы не то выберем. Ну так я поэтому и пытаюсь посчитать в упор, что всё-таки выигрывает, что нет. Ферзь Д3. Я склоняюсь к ходу Ферзь Ж6. Но... Как бы ты в партии пошёл? В партии пошёл бы Ферзь Ж6. Не думая. Нет, я бы... Продумал бы, пока у меня минут 10 осталось бы. Пошёл бы Ферзь Ж6, и выиграл бы через 2 минуты, потому что... Абсолютно невозможно найти защиту за чёрную. Ходи Ферзь Ж6, пожалуйста. Если она есть, она какая-то компьютерная, и... Просто после Ферзь Д3 она тоже какая-то компьютерная. И в одном случае она есть, в другом нет. Я хочу понять, где она есть, где нет. Пока я не пойму, я не оборву эту задачу. Ну, если эта идея компьютерная, как мы её прям найдём? Ну, мы прям методом перебора хотим найти. Ферзь Д3, как защищаться? Ферзь С2 очень хорошо выглядит, но, видимо, не работает из-за Ферзь Ж3. Король Ф5, ладья Д3. И ладья Р3 страшная угроза. И ладья всё-таки нет, потому что там мы даём шахи по первой, я не знаю. Может, они что-то дадут, в конце концов. Наверное, нет. Ферзь Д3. Как ещё чёрные могут защититься на Ферзь Д3? На Ферзь Д3 чёрные могут пойти... Ладья Е3. И перейти в Эншпель без фигуры. Проигранный. Но компьютер может считать, что там недостаточный перевес. Что? Какой ладья Е3? Ферзь Д3, ладья Е3. Зачем? Хочу поменять Ферзей ценой ладьи. Ну, взяли. Ферзь и ты. Да нет. Ну, понимаешь, ферзь за фигуру, но, может быть, компьютер считает что-то мало. Ну, ферзь за фигуру, это нормально. Фигура забьёшь ручная. Ну, да, это хватает, но... Я пытаюсь найти причины, по которым Ферзь Д3 не работает. Мне не мешало. Может быть... Никита, этих оба... Я уверен, эти два хода оба выиграют. Значит, с темпа не бывает, что у меня, с моими настройками, не бывает, что оба хода выигрывать, понимаешь? Не бывает такого. Я не вижу никаких идей, ни там, ни там. Везде масса. Это я уже понял. Везде мат. Ты мог не повторять? Это безнадёжно. Где-то его нет, тем не менее. В одном из этих случаев. Как же ты достал. Бей на G6. Вот я тебе отвечаю прям. Ферзь G6. 1-0. Я тебе поверю, если ты мне покажешь, почему Ферзь Д3 не выигрывает. Да отстань ты вообще. Ты я предложил Ферзь Д3. Зачем я тебе предложил? Не знаю. Ферзь Д3, как защищаться? В общем, какой-нибудь там, зададачный, поатаянный, не будет задумать пешком. Не знаю, что я. Ну, понимаешь, мне знаешь, чем Ферзь G6 тянет? Прям маленький. Тем, что ты сейчас пешку, я понимаю, да? Это очень важно. Ферзь Д3, Ферзь С2, Ферзь С2, Ферзь С3, Король В5, ЛД3. Не, вот этот вариант не до конца убеждает. Ферзь Д3, Ферзь С2, Ферзь С3, Король В5. Нет, ты еще раз, я запутался. Какой вариант тебе? Вот после Ферзь Д3 меня смущает все-таки Ферзь С2, Ферзь С3, Король В5, ЛД3. Я думаю, что там может найти какая-то защита. Да мы же посчитали, что после Ферзь С3 там нихера нет. Мы посчитали Ферзь Д3, Ферзь С2, Ферзь С3, Король В5, ЛД3. Мы решили что-то выигрывать за белых. Может быть там все-таки что-то есть? Да можно... Да что там есть? Ну что, ну смотри, ладья идет давать мат. Как играть? Без понятия. Ну че? Отдавать Ферзя за эту ладью и страдать без фигуры. И что? Без фигуры. Там же с шахом. Ты смотри, шах, просто без фигур. Это проблема. Ну так ты, ну, у черных же две ладьи на линии... А, поезд, значит, на восьмой линии. Ну ничего. Да нет. Все, в том, что там лишняя фигура да, а это выиграно. Это понятно. Ферзь Д3, Ферзь С2, Ферзь С2, Ферзь С3, Ферзь С2. Ладно, значит, Ферзь С2 не работает, значит, что другое искать. О, боже. Ну, съешь на Ж6, пожалуйста. Почему не Ферзь Д3? Ферзь С2, Ферзь С2, Ферзь С2. Сейчас, Ферзь С2. Все, два минуты. Вот 39-10, 40-10, нет никаких минут. где то есть опровержение я не вижу все человек сдается который за черных сидит говорит пойди пожалуйста ферзь g6 я пожму тебе руку ничего не знаю ферзь d3 шаг шаг ферзь g5 ферзь g3 g6 сюда сюда надо как-то ладий включать никита черный крошу 8 король же 2 там еще куча тихих ходов тоже не убедительно выделил сколько это значит как ты думаешь так не хочу большой все ходы естественным абсолютно все но почему человек а то что то есть ферзь g6 не думаю решили правильно ферзь d3 король g5 ферзь g3 король h6 ферзь f4 король h7 король g7 хорошо ферзь f7 король h8 король g2 и мат h1 замечательно ничего не говоря как бы заманить его у меня появилась тут идея что когда вот какой-то позиции когда черного крада загнали в угол и мы играем король g2 с идеей дать мат у меня появилась идея там ладья е1 в какой-то момент пропустить просто чтобы на ладья 1 ферзь d5 имеет бредовые идеи конечно я уже не знаю что бредовые ферзь d3 король g5 ферзь g3 король f6 ферзь g4 король g7 ферзь f7 король h8 король g2 да ну что такое ничего не получается так хочу защитить это позицию за черных прям в одном из вариантов ты хочешь играть такую позицию за черных я хочу защитить ее сейчас уже да нет защиты ты злой я в упор ничего не вижу это понятно сколько уже раз я сказал много так ферзь d3 давай пойдем на ферзь d3 ладья е5 зачем с идеей в случае каких-то там шагов этой лесенке закрыться после ладьёй на f5 когда мне убирать надо дальше еще раз с идеей если мы даем эту лесенку через ферзь g3 то ладья на f5 закроется то есть после ферзь d3 играем ладья е5 да давай ферзь g3 король f5 ферзь дал шаг откуда ферзь f3 а ферзь может ферзь может дать шаг саш 3 или саш 3 потом забрает лдюна с 8 а тогда защита отлично хорошо значит так не работает ферзь d3 откуда ты дал шаг с f3 да ну король g5 ну ферзь ну ферзь ну ферзь опять же там не знаю g3 король f5 опять да меня ничего устраивает король давай король f6 например ну лучше король f5 покажи где вы как выиграть ф а в какой-то а пешка связана блин хотел где-то f4 накинуть когда король будет на g5 конечно ферзь d3 ладья e5 надо еще проверять как мы делаем забильно все и сделали тихий код слон g2 все равно хотят дать мат что делать зачем в какой-то момент вот ферзь d3 ладья e5 слон g2 как вы как ничего сделать теперь черными ладья g5 что ли какой-то ладья g5 тогда ферзь f3 и ладья d5 это абсолютно невозможно решить по моему именно по честному то есть расчетам абсолютно невозможно бред какой-то вообще не задача а бред ну хорошо ладья e5 вот опровергни сам опровергай мне уже надоело опровергать ладья e5 но ферзи 3 король f5 ферзь а а вот здесь владею на д3 подключили ладья d3 да вот я беру д5 владеев три шаг король е6 нет там я убежал уже почему убежал я на g6 съел а чего не убежал что замечательно хорошо король d7 это когда я съел на g6 да ну ладью с темпом туда ладья f7 ферзи 7 чего ладья f7 ферзи 7 а ну там видимо ферзи 4 промежуток да потом ладья f7 а зато у нас есть промежуток ладья c1 м получить делать и против ферзи аренды ну как отбить оплату я так и что тоже должно быть безумие может может вот как ты сказал прятаться то есть но не брать как не брать флана чё ну прятаться не брать салона d4 ладья e5 все таки все таки ну вот как ты сказал в этом варианте и бежать туда к своим да беда гащи после ферзи 3 сразу на f6 бежать да это логично ну то есть д3 ладья e5 ферзи 3 а король в 5 ладья d3 успевают чтоб там по темпу а король 3 пацаны ладья e5 ферзи 3 король f6 бежать ферзи 3 король f5 и вот д3 король f6 бежать да бежать туда не бить на d5 хорошо это неплохо выбили ну тогда взрослый ладья f3 и здесь уже ладья f5 ладья f5 ладья f5 закрылась ну салон я чисто не ферзи 4 ладья f5 f4 а король g7 все спрятались поле e7 держит ферзи c5 отлично хоть пол идеи нет а может быть на король g7 пойти а стоп 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 слон 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 под боем хотел продолжить пойти на на g4 чтобы взять ну зависает нет там тоже все выпустил значит может вообще ладья d3 неправильный ход может на ладья e5 просто он g2 пойти тихо вот ферзь d3 ладья e5 слон g2 ну вот этот вариант где-то предложил не то есть на а f5 тогда ферзи f3 ладья f5 ферзи f3 ферзи f4 мат в один ход вообще ну да и делали 5 лишний ферзь а ферзи f4 даже сразу мат ну да я думаю ферзи f3 ферзи f4 мат в один ход ферзи f4 ферзи f4 ну я бы конечно ферзи съел в партии я бы уже не был бы уверен тому что даю мат ферзи f4 ферзи f4 ферзи f4 ферзи f4 я согласен это лучшее нужно все защитить на g6 ой на g6 да король g5 ну почему пешка просто короля ну мать надо я согласен с тобой это видимо может быть просто держит позицию вообще я не вижу там мата прямого хорошо на ферзи f6 ладья e5 не работает это уже радость то есть если сразу ферзи f6 ладья e5 хода нет потому что там ферзи f6 и все на ладья e5 ладья d4 понимаешь ну да то есть на ферзи f6 если у черных есть защита она какая-то другая давай ферзи f6 ферзи e7 продаем например а там ладья d4 мат опять ну не мат там выигрыш всего выигрыш ферза за ладью минимум ну ладья подключаются куда-то там и все короче ферзи f6 играю ты согласен? да я давно согласен черни конечно идут по пути наименьшего сопротивления даже попытки защиты нет ну то есть просто бьем на g8 и все заканчиваем бьем на g8 ну да да а в чем вообще идея этого хода не пойму не я понимаю в чем идея этого хода ферзи g5 ферзей поменять и без слова играть? да ну да ферзь c5 ферзь c5 ферзь c5 ферзь c5 ферзь c5 ферзь c5 и вот тут на ферзь d3 по аналогии с вариантом кирилла черные как-то держались я уже не помню а вот так держались ферзь c2 да фж если тут же слон в 4 ферзь c5 ферзь c5 а если ферзь f3 сразу то fg просто а стоп тут ферзь e3 да тут мат как что там держать ? я уж не помню так я я где то что fg потому что это не работает у так все стадии так тут уж ты ладят с 1 мая м в сфере д мая раз в высшей степени да ч никак не начать делать без понятия значит это двойная группа как то будет путь ну никак не может быть почему так быстро да да идея карелла была такая красивая идея что поменяем ферзей мы видим что они спасаются на ничью убери и уберите штуки а вот если ферзи в три сказки то эта идея не работает а черная белый хотят GF сыграть идеи мы уже решили задачу может обогнем не 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 мы должны разобраться тут комментарии есть почитай комментарии вот точно только на один комментарий нет он написал полную есть абсолютно чушь написал почему белые выигрывают вот тут хотя и так видно это нет это просто почему не выигрывают все остальные ходы и позицию дай действительно думаем 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 может быть просто ферзи с с ну же пост но и идея идея с 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 не с с с с с ну как бы не знаю молодец я зарушил попал владея один тут да и чё с другой стороны так взял взяли кого сководный план это ладью ладью и слона слона на е5 а то ладей в 5 да и так наш а так уже удалить подучить даст то взяли ладью напали на g6 и оттук хотя ну да ничего нет если так а ну тогда мат там мат есть уже 6 мат 100 баллов мат есть плохо не сработало значит можешь защитить на ажи 6 вземы ладьёй как а так молодец с 6 ну что депутся ферзиом так нельзя чтобы взяли полосудия может быть как играть и все может черный отбелись ладно в общем в качестве кандидата на опровержение мы его дает бредовый вариант предложим может черный спасатель по злодеев 8 хотя выглядит крайне сомнительно ну в общем да и поэтому ну хрилл по-моему после минут трех решения предлагал этот вариант если честно основная проблема была в этой позиции потому что мы не могли понять как спасаться после ферзи 3 в итоге вы сказали да нет вот вроде как вот этот ход которая предложила вроде держит позиции так относительно нет чуть-чуть вот как выиграть ну и как мы же посчитали мы посчитали да вы предложили на ферзи 3 не без посчитали полную я есть как обычно абсолютно чушь которая не имеет связи с реальностью выше белая но вот вот воду забрать так как стоп 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 учете офис на бше сделать мы считали когда ферзи вон ц5 был он и зачитал извини извини все правильно я же подошел полный идиот на самом деле нет нет не полный только частичный да на ферзи 3 вот такой ход был предложен здесь ладья не висит и сначала сначала пытались по-другому защищаться но видимо вот этот ход неплохой единственное в чем мы не были до конца уверены это промо как защищаться после слон g2 закрываясь от шаха и готовая ферзи 3 рассказали что бежит бежим бежит и в этот момент я уже полностью забил на все режим все равно может быть черный спасутся ну в общем так да всем спасибо за внимание что это движком ты помнишь позиции не может опубликовать она тоже можно что-то сделано 6 про я идет вот ну что выставляет эту позицию зачем так не надо вот эту все показать сиди вот как сам критично но идиот почти ел что делаешь так правило про 4 6 до 4 шоу это так и меньше то что мы говорили хотя бы какую-то связь с реальностью чеки конечно сомневаюсь в этом а вот мы часы решим и зацепь суток это идиотская позицию которая там которая решилась нами за две минуты и вот помнишь мы решали уже часто запись того где он где вот это качество забирает самопеда у него эти два триста пятьдесят выше от 7 тщательно логика железная в блиц никто не решил да ну в блиц две попытки только было в блиц я бы ее может и решил бы кстати ни одного сложного хода аж для блица ну показывай всем на экран полностью да в общем фиксбрадин восемьдесят восемьдесят один визит видимо все читерят на этой позиции кто решил фиксбрадин ну да если фиксб6 вот все таки работает мой король g2 а ты не верил ты сразу забаковал король g2 это говнище почему говнище потому что король g2 говнище я предлагал вот если кто-нибудь посмотрит все это видео до конца они скажут что я предлагал этот ход король g2 а кирилл предлагал ферзь d3 которая вторая линия кстати и тут ладя f8 по аналогии кстати с ферзь c5 ладя e1 ладя f7 ладя e5 ладя f5 тогда мы смотрели да это здесь да слон f7 решил предложить но это мы с ферзьом на c5 смотрели там ладя c6 держала тут вообще тут вообще просто управляли нет ладя e5 ладя f5 в общем как-то каким-то образом чёрность отдают ферзя и получается ничья замечательно хорошо то есть ферзь d3 кстати не хочу выиграть после ферзь b6 ни к чему что может быть мы могли бы тут ошибиться король g2 железного играла на ферзь c5 пошел ну картибал сыгран на ферзь c5 да вот это оба варианта и ферзь d3 обрати внимание оценивается плюс 3 все равно ферзь d3 что мы это решили как попытка опровержения ладя f8 второй линии плюс 5 там где да 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 и тут я добавляю ферзь c5 понятно все а мы решили что что мы решили а ладя 1 на какой-то смотрели или ферзь f3 у тебя 1,1,1,7 да ладя c6 тоже ничего не держит все равно явно черный мат получит с таким хайдером алло так нажимай на паузу